Карачаево-Черкесия на телеканале Россия-1. Это главные вести республики. Мы работаем в прямом эфире. С вами Руслан Куркмазов. Сегодня Резисбирком с полномочиями окружной избирательной комиссии на заседании зарегистрировала кандидатов в депутаты Госдумы России 8-го созыва по Карачаево-Черкесскому одномандатному избирательному округу. Джошербека Борисович Вузденова, выдвинутого партией «Единая Россия», Фариду Султановну Бахитову от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, Шарафуддина Шахбурановича Бостанова, представляющего партию «Новые люди» и Мурадин Султанович Жентимеров от Российской экологической партии «Зеленые». Ранее также были зарегистрированы кандидаты от партии «Коммунисты России», «Яблоко КПРФ», «ЛДПР», «Справедливая Россия. Патриоты за правду». Всего в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 8-го созыва по Карачаево-Черкесскому одномандатному избирательному округу зарегистрировано 9 кандидатов. Стоит отметить, что выборы в Государственную Думу традиционно самые конкурентные отмечают в рейсе Сберкоме Республики. У нас с вами два бюллетеня будет на этот единый день голосования. Первый – это по федеральному списку. По федеральному списку выдвинуты и зарегистрированы уже 14 политических партий. И одна, Российский общенародный союз, находится в стадии сбора подписей. Ей предстоит собрать 200 тысяч подписей по стране в свою поддержку. Поэтому в итоговом бюллетене по федеральному списку будет либо 14, либо 15 политических партий. И у нас, у избирателя, на мой взгляд, уникальная возможность, потому что такого спектра политических партий настолько разных по своим устремлениям, по взглядам, по программам. Ну, ни одна избирательная кампания, кроме как кампания в Госдуму, не дают. А по одномандатному избирательному округу у нас с вами выдвинулись 10 кандидатов. Из них 9 уже зарегистрированы. Зарегистрировались кандидаты от политических партий. И сегодня вот последние 4 кандидата успешно прошли регистрацию. Отказов в регистрации не было. У нас еще не зарегистрирован, не рассмотрен вопрос о регистрации кандидата, самовыдвиженца. Но в настоящее время ею сданы подписи. Решение пока не принято, но подписей сдано недостаточное количество. Поэтому сейчас комиссия будет осматривать вопрос. В поселке Правокубанском Карачаевского района прошли выездные учебно-методические сборы по вопросам готовности Главного управления МЧС России по Карачаевой Черкесии к обеспечиванию безопасности в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы, которые пройдут 19 сентября. На встрече сотрудники МЧС с представителями различных ведомств, муниципалитетов и избирательных комиссий обсудили вопросы обеспечения пожарной безопасности. Подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Сегодня очень важно обеспечить противопожарную безопасность в ходе проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального собрания 8-го созыва. На учебно-методическом сборе начальник Главного управления МЧС России по Карачаевой Черкесии Александр Голоколенко отметил, что на сегодняшний день большинство участковых избирательных комиссий уже посещались инспекторским составом управления МЧС по республике, а также становились местом проведения инструктивных совещаний и практических тренировок. Мы провели и разобрали основные недостатки, которые существуют на избирательных участках, провели занятия с пожарными подразделениями по ликвидации пожара условного, выявили проблемные места, проблемные точки, над которыми еще есть необходимость поработать, чтобы к началу мероприятия, то есть 19 сентября, все органы власти, в том числе и силы МЧС, были готовы к работе в полном объеме. Далее с докладами о проведении надзорно-профилактических операций по подготовке к выборам выступили представители районных отделений МЧС. Кроме того, взаимствитель главы администрации Карачаевского района Ахмат Хубиев заверил, что вся организационная работа по подготовке к выборам на территории района проходит без никаких происшествий. Понимание есть, задачи и цели поставлены, проблем во взаимодействии нет, обратная связь есть, будем отрабатывать, надеюсь, обойдемся без ЧП, как вы бы сказали, и проведем выборы на достойном уровне. А это уже следующий этап учебно-методического сбора – пожарно-тактическое занятие на территории Дома культуры, а точнее избирательного участка. По словам сотрудников МЧС, данный объект является сложным в плане оказания помощи к тушению пожара. Наша съемочная группа также приняла участие в качестве условно пострадавшего. Чтобы человек не задохнулся, ему одевают специальную маску с кислородом и экстренно выводят из здания. Понимаете, пожарные средства, всем здоровым, и посетителям. В завершении мероприятия руководитель Республиканского управления МЧС Александр Голоколенко подчеркнул, что подобные практические занятия позволяют в случае нештатных ситуаций оказать помощь, но самое главное – не допустить опасности пожара в ходе проведения выборов. Алихалип Шоков, Ислам Урумов, Вести, Карачаево-Черкесия, Карачаевский район. С 1 августа текущего года гарантирующим поставщиком электроэнергии в Карачаево-Черкесии стала пауэра сети «Северный Кавказ». Что это меняет, и для кого в первую очередь будут ощутимы изменения, а кого они практически не коснутся. Расскажет наш корреспондент Ахмат Халкечев. С целью обеспечения плавного перехода республики к новому гарантирующему поставщику уже создана межведомственная рабочая группа. Первый заместитель министра промышленности, энергетики и транспорта Карачаево-Черкесии Рустам Иркенов отметил, что для населения это не создаст каких-либо проблем. Граждане даже и не заметят, резюмирует он. Видим, что на текущий момент этот переход идет весьма успешно. Не было у нас никаких сбоев, ни переключения в электропитании. Еще раз повторимся, действительно, насчет повышения тарифов, в рамках перехода этих функций к новому гарантирующему поставщику, просто тарифов, оно не предполагает, то есть физически невозможно. А так, в целом, для населения этот переход, он не несет никакой нагрузки ни финансово, ни какой-либо другой. Единственное, что изменится для населения, это реквизиты в платежных документах. Ну а вот рюрлицам и бизнес-структурам придется перезаключить договора по смене гарант-поставщика. Потребителям, которые привыкли оплачивать счета за электроэнергию в онлайн-режиме через мобильные приложения, нужно поспешить. До 10 августа необходимо закрыть все задолженности перед старым поставщиком. Ну а тем, кто не успеет, придется оплачивать в пунктах с бытовых отделений Карачаево-Черкес-Энерго. Для физических лиц, которые оплачивают по единому платежному документу, опять же повторюсь, ничего не поменяется. Они будут как и оплачивать, так и будут оплачивать, и это возможно сохранится. Как отметил директор Карачаево-Черкесского филиала Руссети Северный Кавказ Александр Лысенко, все программы по снижению потерь электроэнергии и по модернизации системы в целом, развернутые старым поставщиком, будут продолжены. Программа идет у нас. Это снижение потерь в линиях, улучшение качества электроснабжения, формирование полевого отпуска удаленно. График есть. То есть выполнение следующего года у нас полное завершение. Ахмат Калкетчев, Назир Капушев, Вести Карачаева-Черкесия. Сейчас прогноз погоды на завтра. Карачаева-Черкесия В Черкесии переменная облачность ночью без существенных осадков. Во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. При грозе порывы 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18, плюс 20, днем плюс 32, плюс 34 градуса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 22 733 человека. Из них 20 803 выздоровели, 687 в данный момент госпитализированы. Заведующий терапевтическим отделением поликлиники Черкеска Ирина Шевхужева сообщает, на данный момент в республике отмечается рост заболевания коронавирусной инфекции. Для снижения этого уровня нужно проводить иммунную прослойку населения. После вакцинации отмечается, что тяжелые случаи менее выражены, тем самым можно избежать летальных исходов. В отечественной науке зарегистрировано 4 вакцины. Терапевт отмечает, что противопоказанием к проведению процедуры является определенный ряд заболеваний и в этом случае не проводится вакцинация. После осмотра терапевта, как только состояние пациента стабилизируется, можно делать прививку. Существует такой миф среди населения, что после вакцинации можно заболеть. Но от самой вакцины заболеть невозможно. Он формирует стойкий иммунный ответ. В последующем, после проведения вакцинации, необходимо соблюдать меры безопасности. То есть в скоплениях массовых людей, помещениях малопроветриваемых, необходимо носить маски, обрабатывать руки. Вакцина защищает от тяжелого течения заболевания, то есть и снижает риски летального исхода. После проведения вакцины, в большей части, в принципе, хорошо переносится, но есть случаи, когда отмечается субфибрилитет в течение 2-3 дней. Но, в принципе, это в аннотации самой вакцины прописано, что в течение 7 суток может быть проявление субфибрильной температуры. В связи с этим мы пациентов предупреждаем. Тяжелых последствий на сегодняшний день у нас не зарегистрировано. Путь молодого автора в большую литературу может быть тернистым, или он в одной части получает признание. Так произведения Зухры Булачиевой позволяют читателю погрузиться с головой происходящее, учиться у героев произведения, находить ответы на свои вопросы. Подробнее о творчестве литератора расскажет Харчаби Джиев. Для того, чтобы твое имя вошло в историю, необходим прежде всего талант, а также огромный труд, сила воли и, конечно же, жизненный опыт. Обладая такими качествами, человек достигнет колоссальных успехов. Вот и наша героиня Зухра Булачиева. Больше известна как Хабиби. Писательница, сценарист, психолог по образованию. Ее жизненный путь был непрост, но она преодолела все невзгоды и с высокоподнятой головой шла вперед. Это, знаете, есть такое вдохновение. Когда это вдохновение приходит, ты можешь быть за рулем, ты можешь быть где угодно, когда угодно. И когда это вдохновение приходит, успей написать. Это тут приходит, и ты пишешь, пишешь, пишешь. А потом уже, когда вот напишешь, уже видишь, что у тебя как произведение. Это может быть стих. Это может быть стих, это может быть какое-то такое, знаете, произведение, вот в этом плане. Или же это может передаваться, знаете, вот по генам. Например, у меня мама тоже там писала там свое. У меня, например, идет свое. У меня, например, дочке, допустим, 8 лет, она уже написала первый стих, там, четверостищая. Это нам помогает вдохновение. Процентов 80 генов. Все по генам приходит. Мы творческие люди, нам оттуда приходит. Это правильно. И мы сами вдохновляемся тем, что мы видим. Это может быть или любовь, это может быть какая-то история, это может быть какой-нибудь даже красивый цветок. Работая менеджером по продажам, люди обращались в Зухре за советом, а после приходили с благодарностями. И это подтолкнуло ее на мысль написать книгу, с помощью которой она сможет помочь людям, переживающим те или иные проблемы на жизненном пути. Без поддержки многие могут совершать необдуманные поступки, говорит писательница. На ближайшем будущем еще создать фильм. А также, вопреки всему книгу, хочу перефразировать в сценарии. И у меня хотят в Турции создать сериал в три сезона. И также в Москве. Вот теперь я раздумываю. Там, там, но скорее всего я хотела бы сама его издать. В нашей Карачаево-Чергесии. Тем более у нас киностудия открывается. Закончила курс, стала сценаристом, а также я участвовала организатором кинофорума. Меня задействовал тоже Акир Павзураб Замирович. Я ему выражаю огромную благодарность за это. И вот таким образом я вот всяко, как говорится, в творчестве, в этом всем задействована. Мне это все интересно, это все мое и все получается. Она своими силами выпустила книги «Все в ваших руках», в которой описывается, как можно пережить трудности, смерть близкого человека, как найти свой путь и в чем смысл жизни. Вторая книга «Вопреки всему» — это роман, основанный на реальных событиях. Сюжетная линия в книгах очень важна, считает писательница. Нужно, чтобы читатель погрузился в эту атмосферу ярких красок и эмоций. Также Зухра Балачиева закончила курс сценаристов, куда ее направило Министерство культуры Республики. Она поставила перед собой цель стать режиссером и привести большой вклад в развитие искусства Республики. Харча Биджиев, Рашид Токов. Вести Карачаева, Черкесия. Прямо сейчас продолжение сериала «Отражение звезды». До встречи на телеканале «Россия-1». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова